Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мне пришла посылочка с интернет-магазина для хобби. Ссылочку на данный интернет-магазин я вам оставлю под видео. А сейчас я приглашаю вас на просмотр всего того, что мне прислали. Мы с вами разберем каждую позицию товара и я расскажу вам свое мнение по поводу всего-всего, что мне пришло в данной посылочке. Пройдемте! Открыла я посылочку и вижу, что у меня пришли контейнеры и еще тут много всего интересного. И сейчас мы с вами детально разберем каждую позицию товара. Итак, друзья мои, первое, что мне пришло и о чем я с вами хочу поговорить, так это про вот такой вот бокс. Это бокс с контейнерами для бисера. Он очень удобен, он в виде чемоданчика. Так вот он открывается. Внутри мы видим вот такие вот контейнеры для бисеров. Эти контейнеры влазят 50, я бы даже сказала, чуть больше, 55-60 даже грамм бисера. Это я проверяла точно на себе, так как у меня уже есть один такой бокс. Я вам его чуть-чуть дальше покажу. Я его заказывала не в этом магазине, но тут была приятно удивлена, что есть вот такие вот контейнеры и они по очень-очень приятной цене. Во-первых, тут 9 вот этих вот контейнеров под бисер и вот это вот отделение, куда можно положить кучу всяких полезных полезностей. Если у вас количество бисера не такое огромное, как у меня, и у вас там всего несколько оттенков и какая-то фурнитура, вот такого бокса вам будет больше, чем достаточно для того, чтобы аккуратно хранить свои бисерные запасы. Это что касается плюсов. Что касается минусов данных контейнеров, так это то, что эти баночки, они не совсем прозрачны, то есть они не стеклянные, они пластиковые, и это нужно понимать. Цвет бисера будет передаваться не один в один, а немножко приглушенным. Но опять же, если у вас небольшая цветовая гамма и у вас там не огромное количество оттенков одного цвета, это будет совсем не поводом для того, чтобы отказываться от такой покупки. В принципе, этот контейнер меня очень порадовал. Он качественный, видно, что он такой, знаете, не из дешевого пластика. И мне он понравился. Вот у меня есть абсолютно такой же, который я уже заполнила бисером, но тут у меня было немножко больше самих контейнеров. Вот. И вот так вот он выглядит. В принципе, очень красиво все передается. Цвета видно, какие они. Только если у вас там где-то чуть-чуть отличается оттенок, этого может быть не видно. Вообще, этими контейнерами я прям очень-очень довольна. И я вам их искренне рекомендую. Ссылочку на эти контейнеры я вам оставлю под видео. И приступаем к следующей позиции товара, которые мне пришли. Следующее, о чем я хочу с вами поговорить и про что я хочу вам рассказать, это фурнитура. Фурнитура, во-первых, я заказывала вот такой вот органайзер. Он очень удобен для тех, кто вышивает. Вы себе вот тут вот высыпаете бисер, и он никуда у вас не рассыпается. Очень удобно. Поскольку вот эти ячейки, они не сильно глубокие, очень удобно набирать бисер. И вот такие вот органайзеры, я думаю, что они прям незаменимая вещь для тех, кто вышивает. Я вышиваю не так часто, но иногда меня тоже на такое дело пробивает. Поэтому вот эти вот штуки, я прям их, ну, вам очень-очень могу рекомендовать. Они совершенно бюджетные и смотрятся очень так, ну, как-то мило и профессионально. Вот. Это что касается органайзера. Следующее, что я заказывала, это были вот такие вот ножнички. Я, честно признаться, их давно хотела, но у нас не могла их нигде найти. Поэтому в данном интернет-магазине эти ножнички стали прям моей вот такой вот находкой, которая, точнее, мечтой, которая наконец-то воплотилась в жизнь. Следующее, о чем мы с вами поговорим, так это про замочки. Замочки, они тут совершенно разные. Я заказывала разных форм, в виде сердечек, в виде вот таких вот карабинчиков, или как они называются, честно, даже не знаю. Но это когда есть вот этот вот кружочек и... Кружочек и замочек, наверное, звучит как-то не очень, да? Но смысл, я думаю, вы понимаете. Единственное, мне все понравились прям очень-очень. Кроме вот этих вот двух, они, как по мне, то такие вот немножко громоздкие. Но есть украшения, под которые именно вот такие громоздкие застежечки идеально подходят. Поэтому тут каждый выбирает для себя. Ссылочку, опять же, на все товары я вам оставлю под видео. Еще заказывала вот эти вот поменьше. Они будут классно смотреться на браслетиках. Следующие это были вот такие вот сердечки. Это было из золотой гаммы. Еще что было из золотой гаммы. Так, это вот такие вот магнитные застежечки. Одни и вторые. Я сейчас их открою и покажу вам конкретнее, что именно я имею в виду. Как раз есть повод испробовать новые ножнички. Я вот этот вот пакетик разрезаю и показываю вам застежечки. Застежечки вот такие вот. Они магнитные. Они очень удобные. Но многие почему-то переживают насчет того, насколько они крепкие, насколько они хорошо держат. Так вот, именно эти, я не могу ручаться за все, да, но именно эти, они довольно-таки крепкие. И чтобы их рассоединить, я такие должна приложить усилия. То есть, их я тоже вам могу рекомендовать. Они, кстати, тоже, как большинство всех позиций товара в этом магазине, они очень бюджетные. То есть, абсолютно каждый может зайти и найти что-то для себя. Следующие застежки, они тоже магнитные, но они такие покрасивее. Я вам их сейчас тоже покажу поближе. Смотрите, как они красиво переливаются. Они с камушками. Не знаю, сейчас передает ли камеру всю красоту, но они прям очень красивые. И я ими очень-очень довольна. Тут магнит еще сильнее. То есть, если вы будете делать такое достаточно тяжелое украшение, то они идеально подойдут. Они у вас, ну, ваше украшение не расстегнется в самый неподходящий момент. То есть, их я вам тоже могу рекомендовать. Да что-то я все рекомендую и рекомендую. Вот, даже притраться не к чем. И следующее, это вот такая вот серебряная гамма. Ну, честно признаться, я больше люблю вот эту серебряную гамму. Эта гамма, как по мне, она более такая универсальная. Ее чаще всего можно использовать. Она подходит к многим цветам бисерок, к многим украшениям. Поэтому я все-таки больше привяжена до серебряного. Но есть те, которые очень любят золото и все под него. Поэтому тут на любой вкус. Вот такие вот застежечки. Мне бы приходили. И еще о чем я с вами хочу поговорить, так это про бусины. Бусины, они невероятно просто красивые. Сейчас я вам бусинки тоже покажу. Ой! Вот они. Они ну прям очень-очень красивые. Это такая ювелирная тонкая работа. И я уверена, что они будут очень классным дополнением к каким-то украшениям. Может даже бусам. Может я даже что-то придумаю и использую их в мастер-классах. Так что ждите в следующих мастер-классах. Возможно все-таки будет у нас что-то с этими бусинами. И еще вот такие вот бусины. Они такие немножко подлиннее. Я их сейчас тоже раскрою, чтобы вы могли более наглядно увидеть, о чем мы говорим. Это вот такие вот бусины. Они с разными цветами, видите. Тут у нас есть и какой-то бирюзовенький, и красненький, и синенький. То есть они подойдут к большому количеству нарядов и к большому количеству украшений. Вот эти бусинки идут по две в наборе. Поэтому это очень удобно. Итак, друзья. Это то, что касается фурнитуры. Еще, конечно же, я заказывала бисер. Но прям я не могла пройти мимо и бисер не заказать. Бисер я заказывала вот такой вот. Я уверена, что сейчас камера не передает вам цвета. Но про цвета мы будем говорить отдельно. Вот, смотрите. Это розовый цвет. Я раньше такого бисера не встречала. Хотя это тоже прециоза. Это бисер чешский, десятого размера, первого сорта. Кстати, что меня очень порадовало в этом магазине, весь бисер первого сорта. Обратите на это особое внимание. Он более ровный и более качественный. Хотя, в принципе, если так вот по-честному смотреть в работе, то отличие между бисером первого сорта и второго, оно небольшое. Но для тех, кто любит вот все, чтобы было идеально, то первый сорт это именно то, что надо. Этот бисер с прокрашенными серединками. Но он какой-то, знаете, вот есть бисер с прокрашенными серединками. Но он какой-то, такой вот видно, что эти серединки скоро, ну, быстро постираются, да. А вот этот, он какой-то совершенно другой. Я еще не использовала его в работе. Но когда использую, обязательно вам расскажу свое мнение. Такой же бисер я заказывала в оранжевом цвете и в вот таком вот сером. Мне действительно было интересно посмотреть, что же это за бисер и какой он придет. Еще я заказывала красный, он прям такой алый-алый, я не знаю, сейчас передаст ли камера. Он более прозрачный и этим он мне еще больше понравился, тем, что он вот какой-то такой прям необычный. И он, по-моему, матовый. Кстати, вот эти вот цвета, они тоже матовые. Да, действительно матовые. И они, ну, мне они очень понравились, ссылочки на них я вам оставлю под видео. Я заказывала только в трех цветовых решениях. Цветовых решений есть огромное количество. Я прям была удивлена. Но поскольку я брала чисто для эксперимента, то мне пока хватило этих. Вот этот вот цвет, он я и пораньше видела только в размере, по-моему, то ли восьмом, то ли девятом. Ну, то есть в десятом размере я его не видела. Я его видела в размерах покрупнее. Сейчас камера, я уверена, что не передает, но он такой вот зеленый хамелеон. Знаете, вот даже не знаю, как это объяснить. Одна бисеринка, она не есть цельного какого-то цвета. Она вот какая-то такая зелено-коричнево-черно-желтая. Но она очень крутая. Я вам разве что смогу показать ее уже в изделиях. Показать полностью вот эту цветовую гамму и всю красоту этого бисера. Но этот бисер, он больше относится к самостоятельным цветам. То есть к тем, которым вам будет тяжело подобрать еще какой-то оттенок для того, чтобы его с чем-то сочетать. Хотя, я думаю, с белым он тоже будет сочетаться прекрасно. Но, ну, мое личное мнение это то, что он более самостоятельный цвет. Его номер 29 980. И его я тоже могу вам рекомендовать. Что я еще могу сказать вам по поводу данного интернет-магазина. Интернет-магазин представлен группой ВКонтакте и страничкой в Инстаграме. Какого-то отдельного сайта на данный момент у них нет. Но в этом есть еще и огромный плюс. Так как цены там значительно дешевле, чем в любых других интернет-магазинах российских. Поэтому я его могу вам рекомендовать. Очень отзывчивый персонал, очень приятный менеджмент. Это меня прям очень-очень порадовало. Посылки в Украину идут долго достаточно. Поэтому тут я могу этот магазин больше рекомендовать для России, нежели для Украины. Поэтому, мои русские зрители, моя русская аудитория, обязательно обратите на этот магазин свое внимание. Все ссылочки на то, что я вам сегодня показывала, я вам оставлю под видео. Я очень надеюсь, что данный обзор был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в наше сообщество в соц. сетях. Ссылочки я вам оставлю под видео. Также не забывайте, что у меня вышла книга по ячерским цветам. И вы еще можете успеть приобрести свой образец данной книги. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!